Это экстренный вызов телеканалу ОТС. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Не забывайте, у нашей программы есть ограничения по возрасту. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. Она говорит, а где это произошло? А там же кровь была. Сейчас отмыли сегодня. Я не знаю, кто там, мужчина какой-то отмывал. Ночной конфликт у супермаркета закончился перестрелкой и гибелью одного из участников потасовки. Следователи разыскивают предполагаемого преступника. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Жертвы страдавших нет. Дым от горящего утеплителя был виден с обоих берегов Новосибирска. В Ленинском районе произошел зрелищный пожар. При проведении обследования в квартире у организатора этой нарколаборатории обнаружен изъят и подготовленный к сбыту пакет, в котором находился амфетамин в крупном размере. Нахимичили себе срок. Нарколаборанты могут отправиться в тюрьму за изготовление избытом амфетамина. Трагедией закончился вечерний поход в магазин для жителя Ленинского района Новосибирска. Конфликт двух компаний возле круглосуточного супермаркета обернулся перестрелкой, в результате которой погиб человек. Анна Скок побывала на месте происшествия. Бульвар возле 146-го дома по улице Тролейной – одно из самых оживленных мест на юго-западном жилмассиве. Круглосуточный супермаркет, точка по продаже разливного пива, пешеходная улица. Накануне вечером двое молодых людей со своими девушками шли мимо магазина и столкнулись с нетрезвой компанией. Случайно встретившись в компании молодых людей, между ними возникает конфликт, который перерастает в драку. В ходе драки один из участников случайной компании произвел, предположительно из травматического оружия, выстрел в шею потерпевшему. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь, но в пути исследования в больницу потерпевший скончался от обильной кровопотери. Для местных жителей эта трагическая история моментально стала темой номер один. Обитатели юго-западного жилмассива говорят, убитый мужчина и сам был пьян, даже на ногах стоял не твердо. Невольными очевидцами самого конфликта и последующих событий стали продавцы окрестных магазинов. Мама подходила, просто его сегодня, я стояла на улице, она говорит, вы вчера работали? Я говорю, да, но я не видела, я уже закрылась. Она говорит, а где это произошло? А там же кровь была, сейчас отмыли сегодня, я не знаю, кто там, мужчина какой-то отмывал. И это, ну, я ей показала, говорю, она подошла там, стояла с сестой, ну, с дочерью, наверное, потому что она кричала, и подошли там, плакали. Впрочем, жильцов окрестных домов эта ситуация не удивила. Юго-западный жилмассив они считают одним из самых криминальных мест Новосибирска. И стараются ночью лишний раз на улицу не выходить. Это же Ленинский район, здесь и тебе, и наркоманы, и здесь тебе, и алкоголики, все, что хочешь. То, что здесь вот сделали какую-то пивнушку, не пивнушку, вот постоянно здесь кучкуется. Ну, кто гуляет по коже, масса таких, ну, не совсем адекватных людей. Они опорены ли они, пьяны ли они, трудно сказать, но не совсем спокойно. Сейчас на месте происшествия работают оперативники. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, сама перестрелка в объективы камеры наружного наблюдения магазина не попала. Однако при конфликте присутствовали свидетели. А на скок Александр Егоров экстренный вызов. Новая информация появилась по делу о еще одном убийстве. Полицейские объявили в розыск мужчину, который хладнокровно поджег человека. Полицейские разыскивают мужчину славянской внешности, который в августе 2013 года избил и поджег свою жертву, оставив умирать возле павильона фастфуда на улице Дуси Ковальчук. Фигуранту на вид 20-25 лет, среднего роста, худощавый. На момент совершения преступления был коротко подстрижен. Волосы светло-русые. Всех, кто узнал молодого человека, просят позвонить по телефону, указанным внизу экрана. В Ленинском районе города сегодня утром загорелась стройка. Столб черного дыма запечатлели многочисленные очевидцы пожара. Смотрим, как это было. Огненное ЧП произошло в районе площади Лыщинского. Рабочие укладывали утеплитель на козырьке здания на проспекте Карла Маркса, 57. По пока не установленной причине загорелся именно стройматериал. По словам очевидцев, зрелищный пожар удалось оперативно потушить. В результате происшествия никто не пострадал. В 9 часов 47 минут произошел пожар в Ленинском районе города Новосибирска. По адресу Карла Марса, 57. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Жертв пострадавших нет. Виновное лицо, материальное чепо и причина пожара устанавливается. К другим темам. Нахимичили себе срок. Оперативники ФСБ прикрыли подпольную нарколабораторию. Два жителя Ленинского района Новосибирска занялись прибыльным делом. Товарищи устроили в квартире, где жил один из них настоящую химическую лабораторию. Вот только синтезировали они препарат, оборот которого на территории России категорически запрещен. Амфетамин. Когда фигуранты уже подготовили к сбыту очередную партию зелья, на пороге появились оперативники. При проведении обследования в квартире у организатора этой нарколаборатории обнаружен изъят и подготовленный к сбыту пакет, в котором находился амфетамин в крупном размере, предметы, специализированные весы и различные прекурсоры, используемые в процессе химического производства наркотических веществ. Следователи возбудили в отношении химиков уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц. Теперь оба фигуранта могут отправиться за решетку на срок до 20 лет. А насколько Алексей погуден, экстренный вызов. Сотрудники энергосбыта обнаружили, что входная дверь не заперта, а хозяев дома нет. Незваные гости вошли и находились в помещении, пока их не выгнала родственница хозяев. Фигурантов обвинили в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица. Следователи уже передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. И последнее. К выборам готовятся не только кандидаты. Начальник областного главка МВД Юрий Стерликов на встрече с журналистами рассказал, как распределяться силы полиции для обеспечения общественного порядка в эти выходные. Предвыборная кампания оказалась в зоне особого внимания правоохранителей. Статистика прошлого года показала, что новосибирцы чаще всего нарушали избирательное законодательство. Причем от мелких проступков, вроде расклейки агитматериалов в неположенных местах, до таких, когда политические споры превращались в потасовки. Одному агитатору избирательного штаба, то есть в подъезде, неизвестные лица, конфликтные ситуации нанесли побои. Возбуждено уголовное дело, в принципе, находится в производстве органов дознания. Чтобы выборы прошли достойно, личный состав МВД перевели на особый режим несения службы. Безопасные жители области в день тишины и день голосования будут обеспечивать 5,5 тысяч полицейских. Большая их часть брошена на круглосуточную охрану избирательных участков. Остальные сотрудники будут следить за соблюдением общественного порядка. Юрий Стерликов также отметил, что его коллеги открыты для получения информации о нарушениях на участках и очень надеются на сознательность граждан. Анастасия Чернышева, Александр Егоров. Экстренный вызов. На сегодня все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся в понедельник на канале ОТС.